всем привет в эфире ПАРФ ТВ и я Евгения сегодня видео будет поболтательное не в том формате в котором я изначально задумывала свой канал это потому что у меня нет технической возможности хорошо провести скрытую съемку это раз во вторых очень много моментов которые хотелось бы обсудить которые хотелось бы рассказать которые не закрываются каким-то сторонним видеорядом тема достаточно такая животрепещущая тема актуальная во все времена это фейки и подделки парфюмерии на самом деле я не буду сейчас вам рассказывать как отличить монталь подделку от оригинального флакона просто напомню несколько моментов которые нужно держать всегда в голове и прежде чем принять решение о покупке хорошенько обдумать взвесить и потом уже тратить свои кровные еще пару лет назад казалось что введение обязательной маркировки парфюмерной продукции позволит очистить рынок от контрафактов и подделок я сейчас говорю о системе честный знак которая подразумевает и идентификацию каждой единицы товара с уникальными цифровыми кодами которые защищены криптографии это позволяет государству проследить путь проконтролировать путь любого товара от производителя до конечного покупателя и это могут отследить как представители бизнеса то есть продавцы и также потребители то есть мы с вами посредством считывания штрих-кода должны получить и информацию но хочется отметить что работает эта система преимущественно в ритейле и преимущественно в отношении тех товаров которые продаются офлайн частично в интернете опять же это интернет сайты магазинов имеющих под собой какой-то физически физическое воплощение то есть те же рифгош или туали покупая в интернет магазине который не имеет своего физического воплощения в оффлайне скажем так мы покупаем кота в мешке потому что далеко не всегда есть возможность проверить ту или иную упаковку с флаконом есть ли на ней маркировка как она считывается и что показывает кроме того обычный сканер штрих-кодов которую есть практически всех телефонах он выдаст непонятно абракадабру и чтобы прочитать штрих-код честного знака нужно естественно поставить приложение самого честного знака у меня на самом деле возникли к нему вопросы то есть один флакон это трусарди вот он выглядит так вот штрих-код считался хорошо а вот масс-маркет это сержонера который я лично получила в офисе который тоже естественно маркирован должным образом высветился как товар вызывающий у системы сомнения хотя лично у меня сомнений нет это конкретно флакон в упаковке с людьми с честным знаком получен непосредственно от производителя но конечно сама речь наверняка вы с ней сталкивались она творится в магазинах типа смешные цены каких-то ларечках в переходах в метро на некоторых рынках и конечно на садоводе где можно купить все даже то что не существует в природе вот невообразимые вариации флаконов коробок с нанесением похожих изображений с полным копированием с частичным и с какими-то фантазиями то есть тестеры маркированные как тестеры по флаконах которые не соответствуют действительности то есть тестер мы знаем что это тот же самый флакон только без красивой коробочки и зачастую там него могут отсутствовать какие-то элементы декора в виде крышечки красивой там или бантика или подвесочки которые товари обязательно присутствуют признаюсь на садоводе я ожидал увидеть больше дичи ожидала худшего на самом деле проход в течение часа по павильону по части павильона он мне не выдал огромное количество торговых точек но тем не менее они есть у большинства один и тот же ассортимент ну и опять же где-то что то есть похожее на действительность а где-то такие фантазии я разбираюсь и у меня лично ничего доверия не вызвало абсолютно за исключением нескольких аутентичных арабских ароматов которые не возятся сюда потоком который не имеет здесь дистрибьюции приводится в чемоданах по нескольку штук в реальности этих точек больше достаточно смотреть в соцсетях многие виртуализируются именно в соцсетях наберите в том же в той же соцсети имя которое нельзя произносить садовод именно с ошибкой через а и вы увидите кучу аккаунтов садовод духи садовод парфюмер парфюмер садовод духи садовод и вы получите онлайн витрины очень часто с ценами где за люкс там типа оптовая цена полторы-две тысячи рублей в общем это мини энциклопедии того что покупать категорически не следует вот именно в том виде в тех упаковках которые представлены вот таких аккаунтах и групп новостных лентах различных сайтов периодически мелькает информация о том что сотрудники полиции изъяли там-то там-то в таком-то магазине в таком-то городе такое-то количество контрафактной продукции но на самом деле это какая-то точечная борьба уже больше с последствиями очень редко встречаются сообщения о том что еще были изъяты и у них для уничтожения какие-то неразбавленные концентраты и какое-то количество спирта а вот на рейде и рейде и шмоне на том же садоводе я ни разу не слышал и по сути тому же садоводу да важно чтобы арендатор соблюдал условия аренды а какой продукции он торгует если это то есть не запрещенка откровенное оружие наркотики и алкоголь то арендовать место может кто угодно торговать может практически чем угодно можно наверное ради интереса что-то купить там конь ручку а-ля сальвадор дали рублей за 200 не брызгайте в качестве ароматизатора в машине но у этой медали есть естественно вторая сторона оборотная она тоже не самая приятная мне вспоминается случай когда в stories у знакомой я увидела флакон байреда марихуана она приезжала на несколько дней москву и как рассказывал своим подписчикам у проверенного поставщика купила несколько интересных ароматов мы проведем ближайшее время встречу там кому-то что-то я готова отлить поделиться ароматы прекрасно я пишу дорогая это даже не подделка это то чего не существует в природе вот тебе ссылочка 1 вот тебе ссылочка 2 вот тебе ссылочка 3 на разоблачение вот это вот информация о том что якобы байреда выпустили такой аромат она поизучала уже да говорит как жалко мне все равно нравится так аромат он так приятно пахнет зеленушкой очень интересный я его оставлю я его не буду выбрасывать вопрос что в нем налит из чего это бурда смешан может быть аллергическая реакция это меньшее зло которое случится с тобой после нанесения этого аромата а если она случится с кем-то еще наверняка на коробке указан адрес который указан на правильной официальной коробке флаконом байреда потому что но никто не будет наносить адрес условно говоря соседнего подвала где неизвестные личности из неизвестных компонентов и ингредиентов разливают какой-то неизвестный аромат то есть об этом тоже следует задумываться и по возможности донести такую информацию до своих знакомых которые не так сильно разбираются в парфюмерии и в том как стоят дела на самом деле естественно том же садоводе и опять же много где в интернете на рынках даже в крупных торговых центрах продаются масла очень часто они уже перелиты в красивые графинчики готовы из которых уже вам отливают в какой-то меньший формат на том же садоводе такие точки но практически все кто торгует парфюмерии они торгуют и этими маслами то есть для ближневосточных стран такой формат он является традиционным потому что там не приветствуется употребление алкоголя даже наружно хотя в той же торце существуют двойные стандарты там очень любят одеколоны на спиртовой основе очень легкие очень прозрачные такие недолго играющие их используют и как способ освежиться в жаркий день там легкий цитрусовый запах и как мера гигиены обрабатывают им руки и это не вчера придумали не с пандемии этой традиции уже много лет не много десятилетий даже более века воде колонны предлагают гостям которые приходят тут же знак гостеприимства то есть это вот культурная традиция у тех же мусульман вот которая до сих пор приветствуется используется и для турок и ходе колонок пожалуй номер один только потом зубная паста крем для плитя что-то еще на том же садоводе можно встретить фляги алюминиевые фляги с наклейками люции швейцарского поставщика сырья и производителя парфюмерных композиций да так скажем перефразирует все леди делают это практически все крупные сливы компании смешивают по заказу каких-то потребителей своих клиентов ну практически все что те пожелают естественно из нормального сырья из проверенного не из какой-то там не знаю бочки наливайки непонятные а действительно использую качественные проверенные и разрешенные ингредиенты но на том же садоводе нет гарантии что в этот флакон налита то что в нем приехала от люции то есть здесь тоже нельзя быть уверенным на все сто процентов ну и говоря о теме подделок и фейков и прочего прочего и вообще проверки достоверности парфюмерии я не могу коснуться такого мифа как холостые пшики четко два или четко три это на самом деле смешно ребят привет вы физику в школе учили трубочка распылителя погружается в жидкость будучи закрыта с одной стороны внутри нее воздух и соответственно давление жидкости не настолько велико чтобы жидкость сама поднялась в эту трубочку вот нет есть фокончик с водой я опускаю в него вот эту вот пустую трубочку не распылители слышен воздух воздух вот наконец пошел то есть давление вытолкнуло остатки воздуха который опять же под давление заняла вода холостые пшики будут в любом случае даже если сюда налили воду кошачью мочу я не знаю все что угодно то есть при завальцовке трубочка распылителя она изначально пустая поэтому даже в бытовой химии мы имеем похожую ситуацию так что холостые пшики это совершенно не показатель подлинности аромата очень смешно читать конечно под бюджетными масс-маркетовскими продуктами на вайлберсин озоне такие утверждения продукт доставил неподдельный были холостые пшики ребят это говорит только о том что флаконом до вас никто не пользовался никто не распылял и недавно примерно месяц назад когда мы встречались с моим коллегой по парфу увлечением мистером николаем на самом деле в нашу беседу не вошел один вопрос ввиду того что сейчас резко подорожала парфюмерия люксовая и нишевая естественно все что приводится за границей некоторые каналы поставок вообще пока закрылись российская парфюмерия тоже дорожает ввиду того что дорожает сырье дорожают ингредиенты не будет ли сейчас процветать контрафактная поддельная продукция она процветала она процветает уже к сожалению давно и незнание людей их невысокий уровень грамотности позволяет ей процветать потому что идешь магазин смешные цены да не можешь позволить себе флакон диорских настоящих духов ты покупая вот это вот пай за меньшую стоимость и в какой-то похожей коробке ты поддерживаешь вот эту вот нелегальщину скажем так к сожалению она процветает и пока государство действительно не возьмется со своей стороны не будет предпринимать какие-то активные карательные действия я считаю что она так и останется то есть пример тот же садовод можно купить в монталии сто пятьсот вариантов там воплощений килианы какие хочешь байреда даже то чего не существует в природе к сожалению всем приятных покупок всем приятного пользования парфюмерии всем абсолютно никаких подделок пока пока увидимся совсем скоро